Двухлетний кот Сенька появился в приемнике для безнадзорных животных полгода назад. Зимой его, голодного, замерзшего и больного нашла на огородах женщина. Она не могла оставить кота себе и перенесла в приемник. Там животное вылечили и кастрировали. С первых дней он без проблем стал ходить в лоток. Внешне Сенька обычный дворовый кот. Внутри же он умное и интеллигентное создание, которое очень ждет своих хозяев. Гиперлоскучее вообще создание. Да, им очень требуется прям внимания и ласки. Он будет, мне кажется, самым активным котом вообще всех. Всех любит абсолютно нормально. К животным, к другим абсолютно нейтрально относится. То есть, бывает, что они заходят, вот у них друзья, они заходят друг к другу в клетку, они здороваются. Он не агрессивный совершенно, на собак абсолютно спокойно реагирует. Так что, ну вообще прям молодец. Попасть в приемник могут не только беспородные котята и кошки, подобранные на улице. Горожане приносят бенгалов, метисов сиамских или шотландских кошек. Часто это результат бесконтрольного разведения. Однако бывает, что в приемнике оказываются бывшие домашние любимцы. Как правило, это отказники в связи с аллергическими реакциями у человека. То есть, кошки, которые не один год прожили дома, а потом, ну так случилось, так бывает, проходят аллергические реакции. Они на пристройстве, вот все эти породистые кошки, которые у нас здесь есть, бенгалки. В основном, причина сдачи аллергической реакции. Попадая в приемник, в первые сутки животное проходит клинический осмотр. Также кошку обрабатывают от клещей и вакцинируют от бешенства. По достижению определенного возраста обитатели приемника кастрируют или стерилизуют. Финансовых возможностей не всегда хватает, чтобы вылечить и выкормить всех животных. Поэтому помощь от горожан очень нужна. В первую очередь требуется еда. У нас основное, это, естественно, питание. Все мы кормим их виском, влажный, сухой корм. Наполнитель нам приносит, в принципе, достаточно. Ну и материально обеспеченность, естественно, от этого никто не застрахован. Мы теряем многих, лечим здесь, кто начинает заболевать. Хотя стараемся больных животных не брать. Но бывает, что заболевают уже здесь, поэтому, естественно, лечим их, поэтому и средства на медикаменты. Помощь можно приносить на ежемесячные сборы, которые проходят на площади Ленина каждый второй четверг месяца. Либо сразу в приемник. Сейчас сотрудники готовятся к очередному наплыву кошек с огородов и предупреждают, что мест для бездомных животных осталось очень мало. Если вы еще только задумываетесь о том, чтобы завести себе пушистого друга, присмотритесь. Может быть, ваше мурчащее счастье ждет вас именно здесь, в приемнике для безнадзорных животных. Екатерина Опенова, Константин Островский, Александр Мальков, Служба новостей, Саров, 24.